Всех приветствую! Принесла из леса Веронику длиннолистную. Такое очень красивое растение, высокое. Я собирала еще Веронику дубравную. Ее несколько видов. Есть лекарственная еще Вероника. Длиннолистная чем-то схожа с лекарственным по действиям, а дубравная совершенно по-другому выглядит. Это маленькая травка, такая красивая. Как-нибудь сниму видео, выложу. Противомикробным и противогрибковым действием обладает сильно. Сегодня про Веронику длиннолистную. Владает антисептическим и противовоспалительным действием, разно заживляющим, кровоостанавливающим, желчегонным и спазмолитическим. В народной медицине в виде настоя применяется при простуде, кашле, одышке, туберкулезе, легких, как отхаркивающее средство. Также при заболеваниях печени, головной боли, при диарее, маточных и геморроидальных кровотечениях. Также наружно используют для промывания ран или месту куса змеи. При потливости ног трут цветочки и прикладывают. Порошок из сушеной травы применяют мест на при ранах, гноящихся язвах и опрелостях. Настой имеет антибактериальную активность. Используется как антисептическое противовоспалительное ранозаживляющее средство. Отвар при заболеваниях печени и заболеваниях мочевого пузыря. Также используется корневище в народной медицине. Отвар из корневища используют при желтухе, ломуте, головной боли, растритах, болезнях мочевого пузыря, нервно-психических расстройствах, болеутоляющих после родов. В тибетской медицине применяется при гастроэнтеритах, эндометритах и при гепатите. Она очень богата на состав. В составе ее флавоноиды различные, сапонины, каротин, аскорбиновая кислота, дубильные вещества, холин, кофейная и хлорогеновая кислоты. Она была доказана, что отличается антистефилококковой активностью и характеризуется антимикробным действием. Также кровоостанавливающим, противовоспалительным, болеутоляющим, мягчительным воздействием. Используют для лечения разнообразных простудных заболеваний. Также геморрои, цистита, бронхита, туберкулеза легких. Эффективно при головной боли и как болеутоляющие после родов. Перед использованием всегда нужно консультироваться с врачом. Видео несет только ознакомительный характер. При простудных заболеваниях можно взять чайную ложку травы на стакан кипятка, после чего оставить настаиваться в течение двух часов. И рекомендую применять такой отвар по половине стакана в день. Также Вероника длинно-листная улучшает аппетит, как говорила уже, противовоспалительным, противомикробным. Действием обладает обезболивающим, противосудорожным, отхаркивающим, антитоксическим, желчегонным, спазмолитическим, кровоочистительным и разно заживляющим действием. Кровоостанавливающим тоже, как уже говорила. Применяют настой или отвар травы при кашле, простудных заболеваниях, бронхите, бронхиальной астме, осиплости голоса, туберкулезе, легких одышки, при воспалительных заболеваниях желудка кишечника, при болезнях мочевого пузыря почек, печени, при маточных кровотечениях и при хронических кожных заболеваниях. Наружно настой отвар травы Вероники применяют для местных ванн или обмываний, при угрях, фурункулах, грибковых заболеваниях, ранах, ожогах, при различных зудах с высыпаниями, при опрелостях. Отвар применяют при головной боли, но чаще отвар корневища при головной боли, в желтухе и нервно-психических расстройствах. В болезнях мочевого пузыря также применяют. Лес богат разными растениями. Я сегодня и севец нашла, и череду. Герань лесную, воровую матку, артилья одноблокая по-другому, грушанку круглолисную. Вот Вероника там же. Может, еще что-то пропустила. Но та Волга полно, та Волги в лесу виза лесная. Она сейчас уже вся в семенах уже дала. Семена ее используют. Это уже отдельная тема. В общем, столько трав. Все не перечислишь. Почему-то они растут даже в лесу. И около леса. Что и радует. До скорых встреч. Не прощаемся. Много трав. Много видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok